Весна не только период любви, в это время все большее число людей страдают грибковыми заболеваниями кожи. Микозы составляют существенную часть инфекции и патологии кожи. К глубоким микозам относятся кандидоз и болезни, вызванные плесневыми грибками. Грибком можно заразиться и от животных, например, подхватив стригущий лишай. Кстати, причиной перхоти также нередко становится грибок. Патологические грибы, они разнообразны и многочисленны. Возбудителями заболеваний человека признаны около 400 видов грибов, из которых 100 встречаются наиболее часто. Они отличаются наибольшей необыкновенной живучестью, устойчивостью к окружающей среде. И вот эти дерматофиты, которые вызывают поражение грибковой на коже и ее придатков, могут выживать в окружающей среде более двух лет. Чаще всего грибковыми инфекциями поражаются ногти и кожа стоп. Грибок стопы – одно из самых распространенных заболеваний на планете. В группе риска относятся больные с хроническими заболеваниями, бронхолегочные, желудокишечные системы, эндокринные системы, особенно больные с сахарным диабетом. Самые частые места поражения – это кожа и ногти. Инфицирование происходит контактным путем от больного человека к здоровому. Это при контакте с зараженными поверхностями, то есть полотенце, резиновые коврики, чаще через обувь или предметы обихода в семье. Началу заболевания ногтевых ногтей предшествует травма ногтям. Симптомами грибка стопы являются покраснение, зуд, шелушение, глубокие незаживающие трещины между пальцев, изменение формы и цвета ногтей. Диагноз микоза стоп ставится только на основании лабораторного исследования. Грибок не проходит самостоятельно, поэтому если его не лечить, то дальше он поражает другие ногтевые пластинки и кожу. Поэтому самолечения категорически нет. Для того, чтобы излечить грибок, необходим полный курс лечения соответствующего специфического. Стоит учитывать, что лечение длительное составляет от 6 и более месяцев. Безусловно, отмечая специалист, легче предупредить заболевание, чем лечить. Потому следует помнить о профилактике. Ежедневная гигиена ног, использование талька при излишней потливости ног, ношение качественной обуви, применение геля, биопокров при посещении сауны или бани позволят избежать столь неприятного заболевания. Субтитры создавал DimaTorzok